Я рад и уйтать у всех телеслухачёв и радио Глядачёв. С вами Лёха Бутылкус, личный позывной радио 3 Павел Леонид Николай. Да, сегодня вот так вот на тросянке решил бахнуть приветствие, если кто-то не в курсе. Я как-то уже приветствовал на белорусском людей. Да, и даже были моменты, когда я какую-то передачу даже начал с приветствия на корейском, а не Ян, если мне память не изменяет, это звучит так. Тем не менее, тем не менее, ну что, продолжим. Петлевые антенны, давайте переходить к ним. В прошлый раз мы с вами делали несимметричный дипль. Ну, поговорим мы про несимметричный дипль и про обычный симметричный дипль, про типовой разрезной вибратор полуволновой. Но в разрезе антенн петлевых. Как несложно догадаться, да, дипль что если... Ой-ё, что это? Где карандашик? Что из себя представляет дипль, друзья мои? Да, в общем-то, два одинаковых или не очень одинаковых провода. Вот так вот как-то он висит. И как-то вот сюда там каким-то образом схема запитки. Вот. Два одинаковых или не очень одинаковых плеча. В любом случае, это дипль. Что он из себя представляет? Ну, он питается в... Вспоминаем. Он питается в пучность тока, да. То есть ток большой, к концам он маленький. И, соответственно, на конце дипля сопротивление огромное. Ток не какущий. Зато огромное напряжение. Между ними существует определенная емкость. У нас же здесь вот электрического контакта между ними нет. Зато между ними существует слой диэлектрика. Ну, а раз есть слой диэлектрика, нет замыкания между вот этими вот двумя половинками. Ну, и, соответственно, у нас провод-то не нулевой толщины, а реальный. Следовательно, у нас в нем есть емкость. В нем есть емкость, которая получается параллельно. Да, вот сама антенна, она вот из себя вроде так вот представляет. Да, а емкость, она вот присутствует, представьте себе, вот она вот здесь существует. Ну, или вот здесь существует емкость. И вот ровно так же, как распределяется ток, распределяется электрическое поле. Это важно. Не магнитное. Магнитные поля это другое. Магнитное поле оно вот здесь, вдоль проводника. И вот чем дальше, тем оно больше. А вот электрическое поле, электрическое поле, оно присутствует, соответственно, с отставанием, сколько оно там, градусов 90, по-моему. Вот, ну, в зависимости от. Дальше, дальше вот такой вот базовой теории углубляться не будем, это никому не интересно. Здесь важно просто будет понять, а как вообще возможны петлевые вибраторы. И почему вот если я в розетку втыкаю замкнутый контур, он вызывает короткое замыкание, и у меня хлопает предохранитель, да, там, выгорает, или там, автомат отключается. А почему как-то, а что, 73 вольта, например, переменного тока высокочастотного, это нормально, что ли, в замкнутый контур загнать? Да, нормально. Но при определенных условиях. Вот эти самые условия мы и будем искать. Итак, точно так же, как для Диполя существует всегда определенная резонансная длина. Она, в общем-то, минимальная, она всегда кратна половине длине волны. То есть, несложно догадаться, да, у нас здесь ноль тока, и здесь ноль тока. Соответственно, у нас либо положительная, либо отрицательная полуволна каждый раз на Диполе находится. И всегда на концах у нас некий нулевой ток, ну, плюс-минус. Ну, на идеально согласованной антенне ровно ноль, ровно нулевой ток на концах Диполя. Там тока нет вообще. Но есть емкость, и эта емкость, эта самая емкость, параллельно включенная полотно антенны, вызывает укорочение. Как несложно догадаться, да? Если катушка, включенная в полотно антенны, в данном случае, если мы просто проводник свернем в катушку, возникнет торможение, индуктивное поле, вот как это индуктивное? Магнитное поле. Она вызовет, ну, условно говоря, торможение волны. И, соответственно, физический размер можно будет укоротить. Физический размер плечей вибратора можно укоротить. На этом и построены, собственно, траповые антенны, потому что трап, он не только влияет на отсечение, да? То есть, вот не просто ловушка, но еще и работает на более низкочастотных диапазонах, как удлиняющая катушка. Про удлиняющие катушки разговаривать сегодня не будем. Вот. Фокус в том, что вот индуктивность в полотне или емкость параллельно полотну вызывает физическое укорочение. А что будет, если мы возьмем и, собственно, ну, вот дорисуем, вот, допустим, диполь у нас вот такой дурацкой конфигурации, да? Вот так вот мы его загнули, вот так вот мы его в пространстве расположили. Вот здесь вот он у нас закончился. Вот тут. Будем считать, что это резонансная длина на какую-то частоту. А что будет, если мы вот возьмем и сделаем петлевой вибратор? Вот такой. А что будет? А ничего не будет. Помните, я говорил, что антенна, запитанная в разную точку, в разную точку, имеет разное сопротивление. Ну, как бы аксиома такая. В середине, там, вот, в середине мы имеем вот пучность тока, да? А если мы от этой пучности тока отодвигаемся, то для другой длины волны вот такая будет пучность тока, там, для более высокочастотных диапазонов. Для более низкочастотных она будет гораздо более такая пологая, такая долго-долго-долго будет увеличиваться, долго-долго будет спадать. Но, тем не менее, вот мы всегда можем найти такую точку, где вот у нас они вот более-менее всегда одинаковые. Вот на этом построен принцип работы антенны Виндома. И через трансформатор, вот мы знаем, что вот тут у нас, допустим, напряжение, ну, там, условно, 70... Сколько, кстати, для 100 Вт-то стандартное напряжение на 50 Ом нагрузки? 73 Вольта, по-моему. Вот. То есть там будет уже не 73 Вольта вот в этой точке с максимумом тока всего лишь 73 Вольта. А вот с падением тока растет напряжение, ну, и, соответственно, растет сопротивление, да? И запитанный с краю дипль, если вы помните, имеет большое-большое-большое входное сопротивление активное. Опаньки! Окей! Ну, есть у нас большое сопротивление здесь и здесь, разве что в противофазе запитанные они будут, да? Ну, то есть, грубо говоря, здесь к нулю подходит справа, а вот здесь к нулю подходит слева. Это значит, что мы в этой точке точно так же можем запитать дипль с конца. Ну и все. А вот он, наш дипль, точно такой же, как и этот. Запитан с конца. А что не так? И частота резонансная. Ну и все отлично, значит. Да? Да. Сюда смотрим. Падает-падает ток, растет напряжение, растет сопротивление. Хопа! Ну и окей, а в эту точку подключен полуволновой такой же, точно такой же вибратор. Полуволновой повторитель. С огромным сопротивлением входным, да? С конца же? С конца. Вот в этой точке. Вот в этой точке. Большое напряжение, большое сопротивление. Такая же резонансная длина. То есть, вот если бы мы питали его вот сюда, а здесь был бы разрез, условно. То что тут, что тут. Вот какая разница, какой из этих диполей питать. Ну и отлично. А здесь ровно то же самое, только фаза поменялась. Клево. То же самое мы можем просто отзеркалить. И здесь то же самое. Окей. Или, например, мы можем здесь устроить замыкание, а запитать вот сюда. И ничего абсолютно не изменится. Клево, да? Вот на этом принципе и устроены, в общем-то, все петлевые вибраторы. Теперь про сопротивление. Как несложно догадаться, сопротивление петлевого вибратора, очевидно, должно быть больше, чем сопротивление диполя. Почему? А потому что ему параллельно включено огромное... Вот, понимаете, да? Ему параллельно с маленьким сопротивлением, ну, условно 50 Ом. Ну, условно 70, не важно. К нему сюда включается еще один диполь с сопротивлением. Сколько там обычно эндфиды имеют? Ом 600, наверное, даже побольше, да? Там 800-900, наверное. Ну, плюс-минус, это не важно. Большое сопротивление плюс маленькое сопротивление. У нас два маленьких сопротивления. Ну, значит, где-то средненькое, да? Логично? Логично. Вот Рудхаммель полагал, что там будет где-то 300 Ом у петлевой антенны. Рудхаммель ошибался. Я говорил, что он устарел, устарел. Ну, разве что вибратор пистолькорса 300 Ом действительно будет иметь. Но это очень частный случай, и пистолькорс используется... Схема вибратора пистолькорса используется только в очень высокочастотных диапазонах. То есть, в основном для телевещания и радиовещания. Ну, или для любительской радиосвязи на диапазонах выше 2 МГц. Вот тогда да. Тогда да. Там он еще целесообразен. Вот. И, соответственно, можно на его основе делать направленные антенны. Собственно, очень многие направленные антенны, вот эти вот Яги, они имеют в качестве активного вибратора... Ну, собственно, в качестве вибратора. В качестве единственного активного элемента в своей составе зачастую вибратор пистолькорса. Но пистолькорс это немножко про другое. Хоть и петлевой, хоть и сродни. Там немножечко... Немножечко другая идея. А здесь конкретно мы будем говорить о лямбда... Лямбда-волновых вибраторах петлевых. Вот. То есть, если диппель из себя представляет... Классические диппель, я имею в виду, традиционно. Это полуволновой вибратор. То есть, полуволновой. Почему полуволновой? Да потому, что минимальная резонансная длина и оптимальная, в общем-то, она всегда кратна половине длине волны. Нам неважно, в какой фазе это будет отрицательной. Вот это вот. Ну, вот здесь отрицательный нарисован, да, условно. Или... Или же... Или же... Или же... Вот давайте нарисуем и здесь. Или же положительный на другой стороне, да? Ну, вот представьте себе. Какая разница, что тут его питать, что тут? Ну, пусть тут будет положительная полуволна. Да? Да. Ну, прекрасно же. А главное, обратите внимание сразу вот на что. Противофазно включены два диппеля. Что получится? А получится усиление, ребят. Логично? Логично. Еще и усиление имеет. Класс. А теперь еще и вспоминаем вот такую штуку, что у нас... Помните, да? У нас, если есть слой диэлектрика, то есть вот где-то обкладка, она вот висит в воздухе. Вот тут, помните, да? И вот тут. Если она висит в воздухе, между ними есть слой диэлектрика, нет никакого короткого замыкания, следовательно, это конденсатор. Появляется коэффициент укорочения. То есть у нас здесь нет катушки, зато есть конденсатор, который параллельно включен. А в данном случае конденсатора нет, он перемкнут точно такой же индуктивностью. У нас две, получается, два вибратора, которые чисто индуктивные из себя нагрузку представлены. Ну, не чисто индуктивную, ну, в общем, чисто индуктивную нагрузку. Это чисто индуктивная антенна. Так она еще и петлей выполнена. То есть это еще и один виток пространственный. Это еще и сама по себе катушка индуктивности внезапно. То есть индуктивность-индуктивность, а емкостная составляющая мало. Еще одно преимущество петлевых вибраторов заключается в том, что на электрическую составляющую электромагнитных волн такие антенны практически не реагируют. В них нет емкости. В самой антенне конструктивно емкости практически нет. Конечно, она там есть, но она абсолютно пренебрежимо мала. Вот помните, как это в геометрии, в физике. Обычно это говорят. Ну, опять же, мы же про физику говорим, про электричество. Вот. Пренебрежимо мала. Можно пренебречь. Вот как раз мы и пренебрегаем в данном случае электрической составляющей электромагнитных волн. Вот. Поэтому в данном случае коэффициент укорочения не работает. Вы удивитесь. То есть, если мы условно прикидываем, что физические, физические размеры, ну, в смысле материальные размеры полуволнового вибратора на строго 80 метров в длину волны, теоретически они должны быть там 40, то в действительности оно получится где-то там 39,5. Почему? А потому что вот параллельно включенная емкость вызывает укорочение. То есть, электрически удлиняет антенну, а физически, соответственно, укорачивает для того, чтобы получить снова резонансную частоту. В данном случае емкости нет. Зато у нас удвоенная, удвоенная, как несложно догадаться, индуктивность. Что это значит? Ровно обратный эффект. В случае с петлевыми вибраторами длиной лямбда, подчеркиваю, только для длины лямбда. Ну, или кратная лямбда. Ну, например, можно сделать не 80 метров диапазон, да, а 160. О, почему бы и нет. То тоже же кратная лямбда, правильно? 160 и 80 делится же, да? Ну, значит, будет 2 лямбда. А что, нельзя? Можно. Конечно, без проблем. Кстати, вот мы и подошли сразу к следующему вопросу. А что, многодиапазонная петля реально? Ну, а что, нет. Вот. Точно так же, как, например, 80-шные дипы, прекрасно, ну, прекрасно, всегда практически попадает в диапазон 17 метров. Почему? А потому что это какая там, пятая гармоника, да, 3,5 умножаем. На 5 получаем, там, 17, там, сколько-то там. В общем, почти попадаем в диапазон, вот, 17 метров, 18, там, 100. Вот. Практически всегда, там, ксв ниже 3. То есть, без проблем можно работать. Так вот, исходя из вышесказанного, у нас появляется коэффициент удлинения. То есть, мы не можем взять 2 диполя длиной 39,5 для диапазона 80 метров, соединить их, получить 79 метров, да, и нифига, резонанс окажется выше. Почему? Нет емкости. У нас получилось физически, физически, короткая антенна. Почему? Потому что электрически, электрически, она очень сильно удлинилась за счет удвоенной индуктивности. Вот такие пироги, друзья мои. Соответственно, нам необходимо учитывать это обязательно при проектировании антенны. Мы сами с вами сейчас убедимся, что резонансная длина вот такого вот петлевого вибратора, она длиннее, чем если бы это была сумма двух диполей обычных разрезных вибраторов. Ну что, а как же это все дело построить? Да черт-то узнает, давайте разбираться. Шучу, конечно. Давайте для начала, ради интереса, знаете что, вот оставим KSV50, и дальше будем играться уже вот там в настройках, мы там будем разбирать. Итак, вспоминаем, как мы делали в прошлый раз и вообще в первый раз свои первые антенны. Ну, мы добавляли провода. Ну, вот мы так и будем дальше поступать с этими проводами. В качестве основной резонансной длины, основной резонансной частоты выберем, ну, давайте 80 метров. Это популярный диапазон, на нем там колхозники про картошку всегда разговаривают. Давайте назовем антенну... Прямоугольник. Давайте сделаем прямоугольную антенну. Из трех проводов делать неинтересно, будем делать сразу прямоугольную. Прямоугольник. Ву! Прямоугольник это что из себя представляет? Ну, так, на глаз. Ну, очевидно, это четыре провода нужно будет нарисовать, да? Точно так же, как мы прямоугольник в тетрадке рисуем четырьмя отрезками, так же и, соответственно, здесь мы должны нарисовать четыре отрезка. Ну, и начинаем вспоминать. Значит, у нас резонансная частота, резонансная длина вибратора будет около 40 метров для диапазона 80, да? Соответственно, нам необходимо нарисовать. И вспоминаем, опять же, сразу же, что у нас здесь два. Значит, нужно нарисовать 80-метровую антенну. 80 метров. У нас есть четыре стороны. Ну, 80 на 4 по 20 метров. Ну, чё, всё отлично, да? Ну, так будет неинтересно. Если мы нарисуем 4 по 20, он будет даже не прямоугольник, а квадрат. Правильный прямоугольник называется квадрат, если кто не знал. Вот. Давайте сделаем немножечко поинтереснее. Мы не будем рисовать 20 на 20 на 20. А давайте вот мы ради смеха нарисуем, ну, например, 30 метров. Возьмём прямоугольник такой размерами. 30-30 длинные стороны и, соответственно, 10-10 короткие стороны, да? То есть мы сделаем прямоугольник такой с соотношением 1 к 3. Во! Значит, тут у нас 30. Поехали рисовать. Вот мы нарисовали, да? 30. 30. Нарисуем ещё один 30. Но помним, что нам надо сместиться на 10 метров по оси Y. Мы смещаемся на 10 метров. Одна точка 10 метров, вторая точка 10 метров. Оп! Вот они, два наших параллельных 30-ти метровых полотна. Ну и, соответственно, дорисовываем недостающие. Это от... От... Значит, так, нам по Y надо рисовать. Соответственно, по оси Y это 0. По оси X тоже 0. А по Y от 0 до 10 метров. Значит, от 0 до 10 метров. По оси X координаты не меняются. Вот он добавился. И следующий. На расстоянии 30 метров по X. 30 метров. 30 метров. Это координаты X для двух точек. Начало и конец. И, соответственно, от 0 до... До... Ой, куда я его нарисовал? А, ну, пускай будет так. Мы только что передвинули вот то, что было здесь. Вот сюда передвинули. Ну и давайте его дорисуем еще раз. Значит, в нуле, да? От 0 до... До 10 метров. Во! Куда питать? Ваше предложение. Вот у нас есть антенна, состоящая из четырех проводов. Электрически замкнутая. Она замкнута электрически. Давайте еще, опять же, установим, что это у нас толстая полевка. Полтора миллиметра толщина. Все. Если, кстати, для первого провода вы сразу заранее зададите радиус, то автоматически все следующие провода будут принимать этот же радиус. Вот у меня был... Ну, по умолчанию в программе установлено 0.8. Ну, вот она по умолчанию продолжает лупить 0.8. Если бы я в первый провод прописал сразу полтора, то следующий провод стал бы тоже автоматически полторашкой. Если мне не изменяет память. Ну-ка. Да, вот видите, добавился провод. Это, кстати, вертикальный... Вертикальный какой-то шматок я дорисовал. Вот, кстати, вот. Можете даже и кубик начинать рисовать ради интереса. Удаляем этот провод. Он нам не нужен. Куда питать? Куда питать? А вот тут как раз, понимаете, вот в горизонтальной поляризации... Эта же антенна мы в горизонтальной нарисовали. У нас оси... По оси Z у нас ничего не изменилось. Вот Z. Соответственно, поляризация чисто горизонтальная. Еще, кстати, да, ведь важное свойство... Ну, опять же, вот зачем я углубляюсь в эту теорию? Ну, на всякий случай, напомню. У нас вот горизонтальный дипль, половина, да? Ну, давайте вот так вот. Вот у нас... А вот давайте тот же виндом вспомним, да? Вот у нас... Вот здесь, допустим, точка питания. Вот у нас короткое плечо, а вот длинное плечо. У него горизонтальная поляризация ведь, да? Да. Ну, и, соответственно, второй тоже горизонтальная поляризация. Все так же, как и дипль в пространстве расположен. Такая поляризация и у петлевого вибратора. Ну что, давайте ради уж того, чтобы уж голову сильно не ломать, мы наш прямоугольник запитаем в середину провода. Вот запитаем в середину. И посмотрим на его сопротивление, на все его параметры, на все его характеристики. Но самое главное, мы найдем сначала его резонансную частоту вычисления. Ты-дым. 3,55. КСВ-12. 200 Ом. Слушайте, как так-то? Как так? Рудхаммель что, был неправ? Как так-то? Почему КСВ-200 Ом? Чего за ерундень? Почему не 300? Почему не 300 Ом петлевой вибратор имеет, а? Вот, 200 Ом. Такие дела. Давайте посмотрим. А не стал ли он сам по себе сразу же? Каким-нибудь много-много диапазонным? Нет. Как мы видим, нет. Даже на 750. Нет, не стал. Но, обратите внимание, 150 Ом. А здесь 200. Давайте посмотрим следующий диапазон. Ну, например, 14-150. 530 Ом. Много. Следующий диапазон. Также кратный 3,5. Оп, 300 Ом. Тысяча Ом. На пятнашке. На двенашке. Тысяча Ом. Ну и на десятке. Полторы тысячи Ом. О, тысяча Ом. Ну, тут частота, понятное дело, длину надо подбирать. Как мы видим, КСВ. Ну, неприемлемый абсолютно. Поэтому не годится такая антенна вот просто так в качестве многодиапазонного варианта. Зато мы точно знаем, что у нас здесь точка внезапно оказалась 200 Ом. Вот мы и ответили на вопрос. А какое сопротивление у петлевого вибратора? Забавно. Если мы начнем изучать теорию, скажем, по книжкам или по форумам, вам всегда будут говорить какую-нибудь чушь такую. Для дельты надо, значит, отступить одну треть или там одну четверть длины волны от угла и питать ее в эту точку полуволновым фидром. Мама дорогая. Серьезно, блин? А я думал, цивилизованные люди уже давным-давно пользуются, еще раз напоминаю, широкополосными, мать твою, трансформаторами на ферритовых кольцах. Хватит уже изобретать велосипед. Хватит резать провода. Хватит. Уважаемые радиолюбители, прекратите подгонять КСВ просто длиной фидера. Это бред. Вы ничего не настраиваете, ничего не улучшаете. Вы обманываете точно так же свой транссивер. Прекратите заниматься ерундой. Ну что? В общем-то, ничего особо интересного мы и не получили, да? А давайте теперь ради интереса попробуем отсюда убрать источник. А запитаем вот сюда. В короткую сторону. Как думаете, каким будет сопротивление? Помните, да, был 206 Ом. Там вот, вот, последний расчет. Там был 206 Ом. Как думаете, какое будет сопротивление? Удивлены? А я нет. Вот именно этим, именно этим и обосновывается вот тот самый дебильный совет. Надо найти точку 50 Ом. Она всегда от угла где-то вот надо сколько-то отступить. Хорошо, давайте займемся вот этой вот, вот этой абсолютно головоломной ерундой. Вот этой абсолютно головоломной ерундой. А, да, кстати, давайте еще вначало попробуем запитать. А что будет, если запитать квадрат в угол? А какое будет сопротивление? Вау, 50 Ом. Правда, реактивность большая очень. Ну, давайте сделаем реальную высоту подвеса. Ну, все-таки на 40 метров вряд ли у кого-то есть возможность подвесить горизонтальную петлю, да? 50 Ом. Классно. Замечательно. То есть, то есть, горизонтально подвешено. Это вот для тех, кому вот очень хочется без всяких согласующих устройств, это вот прям сразу, вот прям у вас вот на глазах буквально. Я только что показал. Если уж очень хочется, вот прямоугольник вот такой вот, можно еще поиграть конфигурацией там, как хотите. Для этого и сделан моделировщик. Можете поиграться с конфигурацией петлевого вибратора так, чтобы 50 Ом сохранить на углу, на углу, на углу. И выбрать резонансную частоту, так поиграть с размерами. Вот. И тогда, тогда вы действительно можете спокойно напрямую 50 Омным фидером питать. Надо просто от реактивности избавиться. Реактивность здесь неудивительная. И вот почему. Смотрите, если мы возьмем график и по КСВ, вот так вот побольше. Помните, у нас строго 40. Вот у нас есть вибраторы, вот эти. Короткая сторона ровно 10, длинная сторона ровно 30. У нас здесь строго 80 метров. Строго 80 метров. Вспоминаем, что я говорил по поводу коэффициентов укорочения удлинения. Правильно. У нас слишком короткая антенна. Слишком маленькая для диапазона 80 метров. Несмотря на то, что она сама 80 метров. Маленькая она. Надо увеличивать. Начинаем строить и видим, что резонанс, резонанс. Вообще, хрен узнает где и хрен узнает как. Давайте ради интереса, вот не будем питать в угол, в угол. Квадратные антенны питать не надо. Но если очень хочется, то можно. Давайте не будем заниматься этой ерундой. В середину провода. Запомните раз и навсегда. Квадратные антенны надо питать только в середину стороны. Не важно, короткая или длинная. Не важно. Все остальное это чепуха. Так. Еще раз. Оба! 120 Ом. Вау! Вот те самые 120. Или, если вы вспомните, откуда стандартное сопротивление 112. 112 Ом. Это вот прям вот, если мне не изменяет память, это как раз сопротивление квадратной антенны в свободном пространстве, запитанной в середину стороны. 112 Ом. Так же, как 73 Ома, это, ну или там 72, или 75. Это сопротивление диполя в свободном пространстве. Вот эти два стандартных значения. Это именно они. Вот. Ну и как бы вот так. Давайте теперь подгоним. Разумеется, вы удивлены, что вы видите диаграмму направленности диполя? А я нет. Тот же самый диполь. Их просто два рядом. Почему здесь должна быть какая-то другая диаграмма направленности? С чего вы взяли, что какая-то вуу, там она куда-то будет излучать? Нет. Только хитрой конфигурацией можно изменить диаграмму направленности. А так это все тот же самый низкоподвешенный диполь. Конечно, существует некоторый щелевой эффект, который нуждается в исследованиях. Смотрите, как начинает прижиматься. Видите? Да. Оп. Тут излучение, конечно, тоже огромное, но под малыми углами начинает расти усиление. Вот это и оно. Щелевой этот самый эффект. Едить-колотить. От реальной земли отражается и появляются, в конце концов, лепестки. Но это очень сложная история, поэтому мы не будем ее разбирать. Вернем на 12 метров, получаем наши драгоценные 120-ом активного и начинаем, собственно, оптимизировать антенну. Переходим. Переходим к следующему вопросу. Итак, на этот вопрос мы ответили. Какое сопротивление у петлевого вибратора? Разное. Точно так же, как и у любого диполя, в зависимости от точки питания сопротивление будет разным. Разным. Но, в отличие от диполя, вот виндом, да, вот этот вот несимметричный диполь, который мы с вами делали, мы целенаправленно искали точку, в которой будет 200 Ом строго для многих диапазонов одновременно. Для дельты такое делать бессмысленно. Обычно дельты делают все-таки как однодиапазонные антенны. Но, опять же, их делают однодиапазонными. Это следующий вопрос, такая подводочка. Их делают однодиапазонными. Почему? Потому что не приходит в голову людям, а существует ли возможность, возможность сделать... Смотрите, симметричный диполь. А какая разница для нас, если точка питания будет вот как в виндоме, смотрите, прям подводочка такая смещена сюда, что-нибудь изменится? Это не зависло ничего, я жду, когда вы для себя ответите. А что изменится, если мы сдвинем точку питания? А ничего. Абсолютно ничего не изменится. Понимаете, прикол какой? Это все равно, что мы вот просто чуть-чуть изменяем распределение токов по антенне и симметрия этой антенны. Получается, она не вот такая, а вот такая. Да? Тут и тут одинаково все. Точно такая же симметричная абсолютно антенна. Улавливаете? А это значит, что точно так же, как и в дипольной антенне, точно так же, как и в дипольной антенне, мы можем найти такую точку, в которой сопротивление на многих диапазонах будет одинаковым. Каким-то. 200, 300, 500, 1000, неважно. Но самое главное, что он будет одинаковым. Ну, плюс-минус, конечно. Но сначала мы поиграемся со сложными схемами оптимизации. Давайте все-таки подгоним нашу антенну уже в конце концов. Мы знаем, что у нас... Вот давайте будем считать, что у нас есть этот жутко... Жутко, жутко, условно-стандартный... Ой-ой-ой. Жутко, условно-стандартный... Господи, где установки-то потерял? Условно-стандартная линия питания 112 Ом. Вау. Смотрите, KSV3, да, получился. Вот у нас есть симметричные линии 112 Ом. Мы вернулись в 30-е, там, 40-е годы прошлого века, конца прошлого тысячелетия. И у нас есть такая линия. Окей, мы уже получили KSVL LUT3. Надо все-таки подогнать. Приходим в окно оптимизации. Все то же самое, что мы делали с DIPL, но теперь мы разберем более сложную схему оптимизации. Давайте вспомним номера проводов, которыми мы будем играться. Давайте поиграемся вот этой длиной проводов. У нас есть два провода. Нам нужно сохранить симметрию антенны. Условимся, что это будет идеальный прямоугольник, но будем играться, соответственно, длиной вот этих двух отрезков, 10-метровых. Они, соответственно, перестанут быть 10-метровыми. Если мы запустим оптимизацию по тому принципу, какой я объяснял на предыдущей лекции, скажем так, у нас изменится только длина одного провода. Как сделать одновременно изменение длин двух проводов? Сейчас этим и займемся. Давайте менять длину короткой стороны таким образом, чтобы наконец-то найти правильную резонансную длину. То есть вот эту сторону мы будем отодвигать, придвигать, отодвигать, придвигать. Ну, говорю, что будем отодвигать однозначно. Это слишком короткая антенна. Увеличится вот эта длина. Насколько, я не знаю. То есть длина вот этого провода будет не 10 метров, и вот этого тоже не 10. Она будет больше 10 метров. Во всяком случае, должна быть. Если я не совсем уже сумасшедший старик, ах, да, и пошел посмотреть, так и не посмотрел. Значит, это провод номер 3, и провод номер 4. Мы будем менять провода номер 3 и номер 4. Это вот все, что нам надо запомнить. Вот почему мы сюда посмотрели. Итак, мы берем провод. Давайте в декартовых координатах ради интереса. И меняем два провода. Провод номер 3. Помните? Провод номер 4. Помните, да? И они у нас отличаются координатой Y2. Здесь должно быть 10 метров. 10. И координата тоже самое. Y2. 10 метров. Но! Если мы сейчас запустим оптимизацию, программа будет по очереди эти провода менять. Где-то она увеличит, где-то уменьшит, и антенна, в конце концов, превратится в неправильный. Неправильный прямоугольник. Это, как он называется? Даже не параллелепипед. Это уже будет черт знает чего. Это будет просто четырехугольник неправильный. Вот для того, чтобы это было правильным, существует вот этот столбец. Наконец-то мы пришли к этой строчке кооперации. К столбцу кооперации. У нас вот эти порядковые номера есть. То есть, ну, допустим, у нас есть там 100 параметров. По номерам. Номер 1, номер 2, номер 3 параметр. Вот первый параметр это провод. Номер 3. Координата такая-то должна изменяться. Окей. В кооперации мы указываем как раз номер строки, в кооперации с которой... То есть номер вот этот вот. Номер строки, в кооперации с которой и должен изменяться вот этот параметр. В данном случае номер 1. И мы резко видим, что шаг пропал, все остальное. Почему? Потому что в первой... Кооперация 1. Смотрим, а что меняться-то будет. В первой строке, в первой вот-вот, кооперативной вот этой вот... В первой кооперативной строке, кооперированной, у нас есть шаг 5 сантиметров. Ну, оставим его 5 сантиметров. Пусть будут там минимальные рамки, максимальные рамки такие-то, такие-то, 10 метров. Мы видим, что здесь все пропало. Почему? Да потому что нафиг не надо. Они будут меняться одновременно. И это все распространяется автоматически на все кооперированные строки дальше Вот, 10 метров Понятное дело, что, ну, давайте от 9 метров сделаем И до, ну, сколько там? До 15, ради смеха О! И все, собственно, теперь мы можем запустить Будем, опять же, оперировать только нашим драгоценным согласованием Источник по диапазонам 3.55, да? Все окей Это однодиапазонная антенна Меняем длину двух коротких сторон одновременно По 5 сантиметров В плюс, в минус От 9 до 15 метров Начнем расчета с 10 метров Нам необходимо найти минимальный КСВ Ну, и, соответственно, где-то он должен Минимальный КСВ на резонансной частоте Подобрать длину Вот, что сейчас будет делать автоматическая оптимизация Я надеюсь, это понятно Ничего сложного нет О! КСВ 2 Сохранять мы не будем Обратите внимание, сопротивление изменилось на резонансной частоте Кто бы мог подумать, это 200 Ом Какая магическая цифра Опять 200 Ом, помните? Помните? 200 Ом Прикольно Ну, окей У нас КСВ для сотни Ну, для 112, да? Два Хм... А что будет? Ну, давайте посмотрим Диаграмма направленности Ой, смотрите-ка, восьмерка Оказывается, диаграмма направленности Это диполь Самый классический диполь Кто бы мог подумать И опять же, вдоль оси Х у нас вот минимум А сама антенна у нас также вдоль оси Х и расположена Ёлки-палки, кто бы мог подумать Оказывается Оказывается, диаграмма направленности-то не сильно от диполь и отличается Ой, кто бы мог подумать Что у двух диполей диаграмма направленности будет такая же, как у одного Ну, это очень условно, конечно На самом деле, нет, друзья мои Это все зависит от конфигурации Просто в данном случае конфигурация оказалась такой хитрой, что Сумма сложения, вот это вычитание токов такое, что оно вот очень-очень даже Интересную диаграмму направленности нам родило И, кстати, этим можно пользоваться Это значит, что максимум Еще раз На частоте 3,550, да, вот максимум усиления у нас даже будет какое-никакое Максимум будет наблюдаться вдоль оси Y То есть Поперек, ну, так же, как для диполя Поперек Поперек длинной стороны То есть, вот если бы мы вот так вот веревку натянули, да То так же, как и у диполя То есть, сюда минимум, а вот сюда максимум Логично? Логично Вот Но мы можем, конечно, сократить вот эту сторону, да То есть, понимаете, вытянуть ее вот так вот сделать Вот так вот вытянуть Соответственно, диаграмма направленности изменится, ну, практически на противоположную Ну, самое-то интересное Елки-палки, 200 Ом Ну, хорошо, давайте Ну, в чем проблема-то 50 Ом наши, да, в фидере Превратить в 200 Ом Ну, я думаю, не проблема 1 к 4, это очень удобный Прям вот прям замечательный какой трансформатор-то, а 1 к 4 Ом Самый классный, наверное, трансформатор в мире Ну и все, КСВ 1 и 1 То есть, здесь ничего не меняется абсолютно Усиление, там 1,6, там и так далее Да, вот оно никуда не делось Конечно, антенна висит низко Она, конечно же, излучает в основном в зенит Ну, вот так Ну, ну, а что вы хотите от низковисящей антенны В общем-то Так что особо не выпендривайтесь Хм, а давайте посмотрим теперь Помните, у нас же были где-то, проскакивали эти фрагменты Так как же так-то А, кстати, да А какой длины-то получилось у нас? 13,35 Следовательно, мы не меняли вот это расстояние Мы не меняли Мы не меняли длинную сторону 30 метров так и осталось, да Итого у нас 60 метров плюс 2 по 13,35 То есть 26,7 Опачки То есть это у нас получается Длина антенны в общей сложности составляет 86,7 метра Заметьте Еще раз Коэффициент укорочения, да В дипольных антеннах Антенна должна быть короче, чем резонансная длина Ну, такая, теоретическая А в данном случае реальная антенна Оказалась аж на 6 метров длиннее На 6, мать его, метров длиннее, чем теоретически 80 метров Ну или, если хотите, опять же Вычитаем Ну, делим ее пополам, чтобы она превратилась в диполь, да И чтобы вот осознать это Еще раз Получается у нас 30 метров Диполь Вот, вот Вот эти две стороны не учитываем Учитываем только две вот этих 30 И 13,35 То есть 43,35 метров Прикиньте Вот то же самое, что и Антенна Виндома Вот, которую мы делали на предыдущей лекции У нас там также было 200 Ом 200 Ом Но при этом резонансная длина Там получилось что-то около, там, 42 метров А здесь уже 43,35 При тех же самых параметрах Ну, можно ради смеха Давайте на 15 метров выше поднимем Ничего не изменилось, как видите А, нет, в свободном пространстве Ничего не изменилось Ну, теперь-то изменилось Тут сейчас можно еще пооптимизировать немножко Там мы в свободном пространстве игрались Но все равно лучше двух И КСВ 200, видим, да Появилась реактивность из-за влияния Земли Можем еще раз поменять Вот, там это было в свободном пространстве Теперь давайте Вот, видите, 13,35 Давайте теперь еще поиграемся Сейчас она теперь по-другому изменится Из-за того, что появилась емкость Все равно мы добились единички КСВ Ну, почти Почти 200 Ом 180 и 200, сами понимаете Разница никакущая Зато антенна укоротилась Стала покороче Но все равно она больше, чем 80 метров Она превратилась У нее получилась длина 83,6 83,2 83,2 метра Все равно она длиннее Прикольно? Прикольно Вот Так что можно, друзья мои Играться сколько угодно И как хотите И всегда вы получите какой-то определенный результат То есть вот так По многим параметрам Давайте теперь еще ради смеха Попробуем оптимизировать антенну По Вот вы видели, да? Я перенес источник в короткую сторону Давайте, кстати, посмотрим Что у нас получится Да ничего, конечно, не получится КСВ большой Короткая сторона Там слишком близко Параллельно очень Ну, то есть Понимаете, да? Слишком близко Вот расположены Как это? Противофазные Противофазные провода Скажем так Надо все-таки подлиннее В длинную сторону желательно питать Очень желательно питать В длинную сторону Горизонтально Горизонтально Плоско Подвешенную Рамку Вертикальную рамку Лучше всего питать В короткую сторону Это удивительно Но это вот Можем поиграться потом С этой особенностью Давайте еще раз Поищем резонансную частоту А можно ли найти Как-то вот так Чтобы вот она была 200 Ом Хочу Вот-вот Физически Вот смотрите Да, вот очень-очень условно Вот у меня есть возможность Питать только в эту сторону Вот только в эту сторону Ну, например Вот фидеры я могу Вот только вот отсюда Как-то подвести Или вот отсюда Как-то подвести А вот сюда не могу Вот прям вот Ну, вот кровь из носа Не могу Ни сюда Ни вот сюда В длинную сторону Не могу запитать И вот сюда не могу Ну, то есть там, допустим У меня многоквартирный дом И вот антенна висит Она очень далеко-далеко-далеко куда-то улетает Да, вот так я из окна на неё вот так смотрю Вот так И могу только вот сюда запитать Потому что, а иначе как? Ну, туда и фидер кидать Это как-то неправильно А тут раз вот фидер воткнул его и всё, да? Вот Будем считать, что вот так А давайте вот А можно ли теперь вот смоделировать какую-то прямоугольную антенну Когда у нас есть заданы жёсткие условия Что питаться нужно только вот сюда И никак иначе Для этого мы сейчас включим оптимизацию по двум сторонам, друзья мои Возвращаемся сюда Провод номер 3 и номер 4 Менять не будем Пускай он остаётся как есть Но мы знаем, что у нас Давайте увеличим рамки, чтобы было интересней Мы знаем, что, скажем, у нас ширина дома Ну там Три подъезда по 10 метров, 30 метров Меньше можно, больше нельзя 30 метров Окей Теперь мы знаем, что Добавим ещё первый провод и второй Усложняем Провод номер 1 Провод номер 2 11,6 11,6 У них координаты X Они параллельные X2 Окей Окей Опять же Я хочу сделать вот идеальный квадрат Вот есть у меня возможность Вот всё небо моё Я могу сделать там идеальную Идеально ровную антенну Не трапецию там, ничего А вот строго вот под 90 градусов Могу Но вот Не знаю, какой конфигурации она может быть Окей Окей Будем кооперировать одновременно Два Два, так сказать Две степени свободы Будем играться короткой стороной Играться длинной Посмотрим, что получится И конечно же Будем питать через трансформатор 200 Ом А чё бы нет 200 Ом А чё бы нет Поехали Что нам здесь надо добавить Вопрос в зал Вопрос в студию Что нужно добавить Для того, чтобы нам не менялись Провода номер 1 и номер 2 То есть, чтобы они менялись Но менялись одновременно и одинаково Вот, чтобы сохранялась Какая-то симметрия в антенне Правильно Нужно добавить кооперацию Какая кооперация Где должна быть Здесь, здесь, здесь Что прописать Правильно Прописать Либо в третьей строке Кооперацию с четвёртым параметром Либо в четвёртой строке Прописать кооперацию С третьим параметром Третий провод Третья строка Содержит в себе провод 1 Провод номер 2 Будет полностью Идентичен Проводу номер 1 Кооперация с третьей строкой Он в третьей строке Вот так вот и всё И так же давайте по 5 сантиметров Играться Мы знаем, что тут у нас Ну, 30 метров, да? Ну, условно у нас тут Да те же самые 30 метров Пусть будут Чёрт бы с ним И знаем, что Ну, да пофигу Пусть будет 9 метров А чё его и нет И источник по диапазону Опять же 3,550, да? Окей? Окей Пускай нам Мана Полностью Сформирует Внимание Вот прямо вот от балды Видите? У нас случайная рамка Даже вот Неважно какой там Длины были бы Предыдущие плечи Вот предыдущие расчёты Неважно Мы просто так вот Задав именно вот эти параметры Вот прямо вы можете От балды На любую частоту Смоделировать Дельту Реально Вот То есть вот готовая Готовая, так сказать Кукбук Как это? Рецепт Вот Это готовый рецепт Антенны прямоугольника Именно прямоугольника Для абсолютно любой частоты Вот просто меняете частоту И автоматически подгоняете Чё надо Только ну Рамки какие-то задайте И всё Поехали Здесь оптимизация будет происходить Гораздо чаще Вот смотрите Вот три Уже три Давайте смотреть Как меняется антенна Прямо мультик Оп-оп-оп-оп-оп Оп-оп-оп Смотрите Приближается к квадрату уже На квадрат похоже Опачки-опачки И постепенно Постепенно растёт Наша короткая сторона Постепенно уменьшается Наша длинная Идут расчёты Кипят расчёты Уже 300 итераций Было сделано А КСВ уже полтора А сопротивление активное Всё растёт и растёт И КСВ полтора Уже лучше В принципе можно остановить И работать на самом деле Всё Можно успокоиться Но Ну давайте вот прям вот Ух Чтоб 200 Ом было Оп-оп-оп-оп-оп Смотрите И опять мы приходим к тому Что антенна развернулась Сама Видите Всё это время Происходят расчёты Так вот Ещё очень важная Такая интересная Особенность Ребят Вот если у вас Есть возможность Заморочиться И сделать О И сделать Антенну Много Диапазона Даже не много диапазона А антенну Прямоугольную И вы Имеете возможность Хоть как-то Поиграться Хоть чем-то О кстати Смотрите-ка Она уложилась В оптимальные условия 28 метров Мы жёстко 30 задавали 28 28 И снова 14 И 14 Кто бы Мать его Мог подумать Вот же Чёрт побери И опять Все те же самые Сколько там 14 и 1 Ну давайте Ради интереса Хочу я Здесь есть Какой-то калькулятор Я потом его покажу Как он прям целиком Полотно антенны Высчитывает длину Давайте 14 и 1 14 и 1 Умножить на 2 Сколько там 28 и 2 Плюс Плюс 28 Плюс 56 Плюс 56 Все те же 84 метра Приколитесь Но вот 84 метра И вот Самый частый Кстати совет На очень многих Форумах А какой Длины Должна быть Вот Прямоугольник Вот хочу себе Повесить Прямоугольник 84 метра В середину Стороны 200 Ом Трансформатор Все Прям готовый рецепт Будет работать Будет работать 84 метра Чё Хорошо Опять же Диаграмма направленности Все Все то же самое Ничего не поменялось Такая же зенитная Чуть-чуть поменялось Соотношение сторон Но Разницы Никакой особо нет Ну что Хорошо Хорошо У нас есть Прекрасная Возможность Вообще Вот без проблем Причем Запитка дельты Вот понимаете Дельты Квадратов Кругов Чего угодно Вызывает Огромные вопросы Всегда Как запитать дельту Возьмите Симметричную Линию 150 Ом Сейчас Прям Вот Иду я Короче Прям вот В ближайший Сельмак И говорю Так Мне нужна Асимметричная Линия 150 Ом На меня Смотрят Как на дебилы И Говорят Чувак 0.3 Ты сам Можешь набрать Или там 112 Скажи Что тебе Плохо Вот То есть Как бы Понимаете Да И даже Придя в радиолюбительский Магазин Спросишь У тебя линия 150 Ом Есть Нет Мы их не возим Они нахрен никому не нужны Вот Почему Да потому Есть 300 Ом Открытое 3 метра Потому что Они тоже нахрен никому не нужны И валяются уже лет 10 Забери пожалуйста Как мусор Вот Окей Вот Вот как Зато мы можем запитать Без проблем Прямоугольник Именно 200 Ом Трансформатором То есть 50 Ом Кабелем Через Трансформатор 1 к 4 С хорошим КСВ А давайте посмотрим Что у нас получилось На других диапазонах 7 150 Ой Лучше 2 КСВ Прикольно Ну диаграмма Конечно Своеобразная Ну слушайте Она работать будет А что не будет что ли Будет Клево же Она 7.50 Будет работать Ну 2.2 Ну тут так По мелочи Ну наверное Можно оптимизировать Ну сейчас посмотрим Так А давайте 14.50 Ой 3.5 Слушайте Ну наверное Там повыше Можно частоту Ну-ка 2.7 Все равно лучше 3 Это автоматический Тюнер Любой вытянет Ну 17 Не Ну 17 Сильно мимо Наверное Ой Будет работать А что бы ей не работать Она же все равно Она на резонансной частоте Между прочим Все той же 350 Также на гармонике Ой 3500 Вот пожалуйста Тоже гармоника Она вот ССБ На пятнашке Будет работать Не очень Будет работать Но все равно 3.5 Там П-контур Вытянет Ой А что Оказывается Многодиапазонные Петлевые Вибраторы Возможно Внезапно Да Друзья мои Возможно Многодиапазонные Петлевые Вибраторы Но Это важно Они будут Отличаться По длине Вот от того Что мы Наоптимизировали И Отличаться В большую сторону Вот почему Дело в том Что Мы имеем Все Все Диапазоны Радиолюбительские Они являются Гармониками Вообще-то Друг друга Если вы посмотрите Там всегда частота делится Ну не частота делится на 2 А длина волны Каждый раз уменьшается И это всегда гармоники То есть Ну не сложно догадаться Да 3,5 умножаем на 2 Вторая гармоника Это 7 3,5 умножаем на 3 Это Ну вообще-то 11 Но это Варк диапазон Вот 30 Это варц Варц Варк Ну не важно Варк диапазон Она и не должна попасть Окей Умножаем на 4 Получаем 14 Кто бы мог подумать Умножаем на 5 Получаем 17500 Ну опять же Это варц диапазон Умножаем на 6 Ой Опять 21 Умножаем на 7 Вот И вот так вот До 28 Вот так оно и идет Это гармоники Следовательно Точно так же Точно так же Как наша Как наша Много Диапазонная Дипольная антенна Точно так же Любая Петлевая антенна Может быть Запитана В такую точку Ну в общем-то Практически В любую точку Может быть Запитана Таким образом Чтобы Она Работала На всех Гармониках Которые В принципе Есть Для основной Своей резонансной Частоты Но в данном Случае Для Лямбды 80 Метров Но Прикол в чем Как несложно догадаться Опять же Из-за того Что на каждом Диапазоне И именно Что Из-за Коэффициента Удлинения У нас Пропадает Вот этот Концевой Емкостный Эффект Антенна Не Укорачивается И прикол В том Что Если мы Выбираем Чуть более Высокую Частоту За базовую Мы Все выше И выше И выше Мажем По частоте Для каждой Следующей Гармоники Если Посмотреть Чего Получилось Чего Получилось Давайте Посмотрим А что Получилось На частоте Во Вот так На частоте 14150 А что вышло А где же У нее Реальный Резонанс Давайте Посмотрим Вот 400 кГц Маловато Будет Наверное 800 Еще Дополнительные Точки Рассчитаем А вот Где у него Резонанс Собака Зарылся Вот видите 3.5 И он тут Где-то В начале Диапазона Вообще 3.5 Будет А Резонанс Часота Оказалась Гораздо Выше Причем Очевидно Лучше Двух Делим Пополам Тут Будет 2.75 Полтора Короче Чуть больше Полутора 1.7 Вот тут Посередине То есть Лучше Чем 1.7 У нас КСВ Должен Оказаться Где-то На частоте 14450 Давайте Проверим Ну Давайте 350 Для начала Чтобы Понять Вообще Куда мы попали О Лучше Чем 1.8 Или 450 Ну Наверное Будет Даже Лучше Чем 1.7 Да Лучше Чем 1.7 Оп А это Значит Слишком Высокая Частота Резонанса Означает Что Антенна Коротковата А Если Посмотрим Ну Например На Какой-нибудь 21.200 Да Вот 3.5 А куда Мы попали На Пятнашки 21.4 Где У нас тут Резонанс Ну Уменьшается Частота 21.500 Опачки 21.500 Опять мы Выше попали Да 21.600 Будет Расти Не Растет Значит 21.600 А 21.700 Ну Наверное Уже Начнет Расти Да О Значит Резонанс Где-то Там В районе 21.6 Вот Он Лучше КСВ Полтора Прикиньте Как же Так Получилось Чего Это За Фокусы Так Что Это За Страшные Трюки Цыганские Фокусы Цыганская Магия Так Как же Так Ж А Вот Для Этого Мы Переходим Усложняем Оптимизацию Переходим Оптимизацию И Усложняем Ее Помните Как мы Делали Антенну Виндома Вот Так Мы Будем Делать Дальше Только На Этот Раз Мы Снова Убираем Приоритет Первому Источнику Потому что Источников У нас Будет Много Итак Начнем Начнем С частоты Три с половиной Вот Хочется Нам сюда Попасть Три с половиной Мегагерца Основная Резонансная Частота Надо Понимать Вот я Говорил Из-за Вот этой Хитрости С Удлинением Укорочением Антенн Мы не Сможем Попасть Идеально В гармонике Нам Нужно Всегда Выбирать Основную Основную Резонансную Частоту То есть Самую Низкую Или Если хотите Максимальную Длину Волны На которой Мы Работаем Максимальную Длину Волны Таким Образом Чтобы Она Находилась В самом Начале Участка Это Касается И сороковки Потому что Зачастую Кто-то Располагает Только Двадцать Метров Может Дипль Повесить Или Плюс Минус Двадцать Метров Влево Двадцать Метров Вправо И так далее Вот Ну у кого-то Огород Например Десять На десять Вот Так Случилось Зато Вот Десять На десять Это Как раз Сорок Метров Вот Можно Поиграться Вот Поэтому Мы Выбираем Максимально Низкую Частоту Значит Следующая Ну Очевидно Она Должна Где-то Чуть Потихонечку Взрастать То есть Не Семь Ровно А Семь Где-то И там Допустим Ну чисто По приколу Давайте Ноль Семьдесят Четыре Следующая Гармоника У нас Будет Ну Четырнадцать Сто пятьдесят Кстати Во Четырнадцать Сто пятьдесят Здесь не важно Вот Нам не нужны Супер Пупер Точные Частоты Но Важно Чтобы мы Попадали Вот Надо понимать Частота Дальше Она будет Расти Ну окей Трех диапазонов Нам хватит Если мы попадаем В эти гармоники То есть Какую Во вторую И в четвертую Да В четные попадем Ну в нечетные тоже Наверное Тоже не промахнемся Поехали И начинается Новый Этап Расчетов Антенна Снова Начинает Менять Свои Длинные Может быть Че нить и выгорит На самом деле Как не сложно догадаться Антенна Должна быть Длиннее 28 метров Так оно у нас И было Да Пускай остается И вот она Увеличивает Свои размеры Видите Опачки Что-то там Насчиталось Нет Сохранять Пока не надо О 14,3 То есть 28,6 Плюс Можно сказать Что 86 метров Ну-ка Откроем Калькулятор Давайте Давайте Посчитаем Значит 20 Не Не так Сколько Посчитаем 14,3 Это значит 28,6 28,6 Плюс Удвоено Ой 28,6 И 28,6 Кто бы мог подумать Слушайте Ну у нас практически Практически Антенна Один к двум Имеет Соотношение Кстати Прямоугольник Один к двум Класс Очень Очень даже Пропорционально Я бы сказал Даже в каком-то Смысле Правильно 28,6 Плюс 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 Пятьдесят Плюс Пятьдесят Семь И три Ой 86 метров Вы не поверите Но где-то Я даже натыкался На рекомендацию Делать антенну Длиной 86 метров И это Правильно И это Правильно Давайте посмотрим Теперь Что у нас получилось Оба Большой КСВ На 21,7 Возвращаемся На пятнашку Идем Вниз Может Оно Все-таки Оптимизировалось И действительно Уже два с половиной А давайте Вернемся куда-нибудь В ССБ 21,200 Ну все Можно работать Это пятнашка Пятнашка Можно работать На пятнашке Слушайте Я счастлив Ну-ка А что у нас В телеграфном участке По восьмесятке Полтора А что у нас Например На Ну 14,150 Ой 1,6 Можно работать Слушайте А 28,200 Например Там и цифра Чуть ниже Ну Два Окей А куда мы попали Вообще Ну наверное Все-таки Повыше Нет Не повыше Пониже О Окей Будем работать В FT8 На частоте 28 28,074 Ну-ка Какая частота Ой Какой КСВ Ну не будем Работать Странно Странно А почему такое Спротивление Большое Ну ладно Ничего страшного Тут можно Тоже поиграться Тут Ну тюнер В любом случае Вытянет Смотрите На вот таком Вот промежутке Да Больше 500 КГц Лучше Трех Это Ничего Абсолютно Плохого В этом не вижу А в том Любой тюнер Встроенный Или Что такое Все это вытягивает Вытягивает Запросто 7,150 1,2 О Заметьте Опять Частота Все равно Выше Чем мы Рассчитывали Мы-то Рассчитывали На 7,07 Но в любом Случае Опа Смотрите-ка Многодиапазонная Антенна Получилась Кто-то Мог подумать Оказывается Многодиапазонные Петлевые Антенны Реальные Прямоугольник Какой ужас Прямоугольник Имеет Прекрасный КСВ На очень Многих Диапазонах Ну и в конце концов Знаете Что я бы так сказал На десятку Давайте уже Не выпендривайтесь На десятку Штырь поставить Это наверное Святое 2,5 метра Сраных Не найти Трубку Не сделать себе Граундплей Тем более Что все равно Хотите ДХ поработать На десятке С соседним Районом Разговаривать Неинтересно Я думаю Вот Поэтому Вертикал Наверное Можно уж На один диапазон Отдельно сделать Да 400 Ом И выше Приблизительно Но ничего страшного Хрен бы на него А вот Кстати В Семнашку Мы не попадем Но все равно Попадем Все равно Около трех Да И лучше трех Дело в том Что 8,6 Это сильно Сильно Мимо Резонансной Длины Для Семнашки Даже Краешком Не цепляет Сильно Ниже Ну Что логично 17,5 Это же очевидно 17,5 Основная Частота Правильно Ну-ка Сейчас Зря я Там Точку удалил 17 Ну давайте 17 Ой 17,6 Вот КСВ2 17,4 Какая у него Частота Тут Ну значит Вот 17 Где-то там 6 Да Может быть 17,7 То есть Мы все-таки Ниже попали Слишком О Лучше двух Даже Все Можно работать Любой Любой Трансивер Откроется И заработает На всю мощность Да Вот Чуть ниже Чем Диапазон Потому что Слишком Она длинна Вот То же самое Коснется Если мне память Не изменяет Десятки Для десятки Эта антенна Также Вообще Мимо кассы Но Потому что Она слишком Короткая Насколько я понимаю Да Ну 11,500 Вообще Получается Гармоника Туда Ой 10,500 Гармоника Третья Ну и С учетом Того Что она Подлиннее Там Где-то Вот То есть Можно Найти Эту точку О Вот 10,500 Ну и Она Там Чуть Длиннее За счет Опять же Все больше И больше Удлинения Слишком Много Длин Волн Надо Понимать 30 метров Уже Укладывается 8,6 Почти Три раза Полностью Ну Третья Ж Гармоника Почти Три раза Полностью Вот Ну Основная Резонансная Частота Оказалась Сильно Выше Потому Что Кратковато Кратковато Антенна Вот Ну Логично Да 86 Это Меньше Чем 90 Если Что Вот Но Во всех Остальных Случаях Во всех Остальных Случаях Все Очень Даже Хорошо А Если У нас Разрешат Допустим Работать На 60 То В этом Случае Мы Прекрасно Можем Попадать И в Гармоники Как раз Аккурат Вчетные И нечетные Толкаясь От 60 То есть Это будет 5 10 Сколько там Еще Дальше Как это там Следующие Это елки-палки А 25 Во 5 10 25 Мегагерц Гармоники От 5 Там С чем-то Вот так Так что Тут ничего Удивительного Ребят Нет Много Диапазонные Антенны Реальные Я имею ввиду Петлевые Антенны И заметьте Во всех Случаях Во всех Случаях Это я еще Не говорил Про Усиление Во всех Случаях Смотрите Я не знаю Обратили вы Внимание Или нет Но относительно Изотропного Излучателя Он на 10 Метровом Диапазоне Несложно догадаться Это 10 Длин Волн Уже туда Влезло 10 Ну не 10 9 28 С половиной Это Гармоника Девятикратная Не не 9 Что-то Это я загнул Конечно Ну сами Поделите 6 7 7 и 3 21 И еще Плюс С половиной Не 8 8 8 Восьмикратная Гармоника Да Правильно 24 Плюс Трисплайный Восьмая Гармоника Прикиньте 11 Мать его Дебилов Усиление Правда В этом Случае Диаграмма Направленности Получается Очень странная Но тем не менее Вот Грубо говоря Вот даже Тюнером Вы немножко Поиграли Вот оно Вот тюнером Вы поиграли Вырулили КСВ Не Ну не настолько Конечно Не 28 200 Вот Работаете В FT8 Во Безо Всяких Этих Согласований Вот Пожалуйста Представьте Себе 8 Ну 7 С половиной Децибел 7 С половиной Децибел Ребята Это же Охранительное Усиление Яги Имеет Такое Усиление Какая Ну да Имеет Для Десятки Такое Усиление Будет иметь По моему Четырех Элементное Слушайте Но что Проще Повесить Повесить Вот это Вот из проволоки Хоть из алюминиевой Лапши Ну вот Смотрите Сами Сколько Длин Волн Можете Считать Вот отсюда И усиление И И Еще Поворотник Надо иметь Все такое Или вот Проволока Да Или вот Целая Мачта Там Поворотное Устройство Там Вот это Все Это 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 Жопа Я считаю А здесь Ой Угол Приличный Да Ну тут Как бы 0.3 Но тем не менее Вот Пожалуйста 5 децибел Куда-то Вот в одну Сторону Стреляет Причем Под углом Всего лишь 10 градусов Горизонта Господи Да это Никакому Граундплейну Не снилось А вообще В 3D Давайте посмотрим Ой Ладно Так и быть Так и быть Иногда Того что все таки Вайн он Не настолько Не настолько Красавчик К сожалению До сих пор Это Меня очень сильно Расстраивает Хотелось бы Чтобы ребята Добили Иногда Подглючивает Вот То есть Ну на самом деле Диаграмма то Она Ну Далеко не такая Плоская Как это кажется На плоской диаграмме Направленности Ну и все Вот какой Замечательный Замечательный Такой вот Я даже не знаю С чем это Сравнить Краб Какой-то Ёлки-палки Шесть ног Во Вот такой вот Замечательный Краб Получается Если делать Многодиапазонную Рамку Здорово Здорово Я считаю Ну Конечно Не от того Что диаграмма Не идеально Круговая Зато у нас В принципе Опять же Смоделировав Такую антенну Представив Себе Как Куда Она должна Излучать В данном Случае Вот Мы можем Точно сказать Что У нас Эта антенна Еще раз Имеет Соотношение Сторон Практически Идеально Вот смотрите 28,6 И 14,3 Практически идеальное Один к двум Соотношение Да Вот Прям Ну реально Идеально Можно Сделать Там 14,32 И здесь Еще два Убрать И получится Вот прям Ровно 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 Будет Вот Можем Играться Так Чтобы Вот например На каком-то Очень интересном Нам диапазоне Например На двадцатке На двадцатке Допустим На двадцатке Хочется Куда-то направиться Видим Да Антенна же Симметричная Ну и почти Симметричная Почти симметричная Диаграмма Направленности Но на самом деле Она не такая Да что ж такое Она не такая Она на самом деле Вот это Неправильно Это не вид сверху Это Вырез конуса По максимуму Под каким-то Там Минимальным Углом В общем Очень сложно Это я не знаю Зачем это Господин Гончаренко Вот такое Вот сделал Ну видимо Так принято Да что ж такое В радиолюбительском мире Не сложно догадаться Что у нас На самом деле Там будут Такие же Еще много Лепестков Не настолько Меньше Не настолько Много Как это было На десятке Например Вот Но Тем не менее Вот И плюс ко всему Если Опять же Еще А можно ли Что-то еще Поменять Можно конечно Вот КСВ Мы поменяли Банально За счет того Что Можем поменять Высоту подвеса Мы можем играться Высотой подвеса Можно Менять наклон Можно Менять Да практически Что угодно Вот пожалуйста То есть А ну у меня еще И вычисления Тут Во Вот они Меняются Наши Уже полторашка Даже достигли Полторашки На На диапазоне 15 метров 1.7 Прекрасно Кстати да Так же как и В антенне Виндом Вот этот Многодиапазонный Дипль Высота подвеса Так же Довольно лихо Влияет на Сопротивление Антенны Вот Потому что Потому что Появляется Емкость С землей Вот Отсюда и Соответственно Пляски С Сопротивлением Антенны И здесь То же самое На высоте 17 метров КСВ 1.4 На высоте 10 метров КСВ 2.4 Видите да То есть Нужно тоже Это каждый раз Играться Высотой Подвеса Но вы Всегда можете Для своих условий Смоделировать Такую антенну Вот друзья мои Я надеюсь Что я На ваши вопросы Которые могли бы Возникнуть Ну тут шарик Он и есть шарик Дипль Дипль На основной резонансной частоте Диаграмма направленности Петлевой антенны Это дипль Ну как дипль Шарик Шарик Вот Но это если она Очень низко Низко висит Если мы ее забросим Как минимум На пол волны 80 метров Пол волны Ну давайте Забросим На пол волны Опа 200 ом ровно Практически Активное сопротивление Ну реактивность уберется КСВ будет единиться Без проблем И да Конечно же Конечно же Чем выше Тем лучше Диаграмма направленности У нас Ох Сразу же меняется Превращается Действительно Вот в ту самую Восьмерку Приближается К той самой восьмерке Вот она Ну я понимаю Что тут не очень видно Восьмерку пока Ну вот Она рано или поздно Превратится в Тор Вот и все Ничего Ничего сложного В моделировании Антенн Даже таких вот Интересных Нет А теперь я хочу Задать вопрос Ко всем тем Кто досмотрел до конца Кому это было интересно И Ну реально Кому Хочется Что-то самому Сделать Смоделировать Там Может быть Боится И предпочитает Тратить Большие деньги На в общем-то Простые антенны Которые Сделать самому В десять раз А то и больше Дешевле Вот Так что Задавайте вопросы Задавайте вопросы И самое главное Ответьте мне на вопрос Какую антенну Нам с вами бы Еще такую интересную Создать Вот Я понимаю Что Многим хочется Яги увидеть Я думаю Что многим хочется Увидеть Максон Может еще что-то Ну давайте Предлагайте Я думаю Что в следующий раз Мы посвятим ролик Антеннам Яги И как их моделировать Как их оптимизировать Как их рассчитывать Потому что Там уже интересно Ведь Яги Это элементов Сто Можно сделать Пожалуйста И там степеней свободы Целый Миллион Там можно играть Длиной Каждого директора Расстоянием От каждого директора До каждого директора Длиной бума Длиной вибраторов Рефлекторов Ух Ух Ну прям вообще чума Вот Поэтому Поэтому давайте с вами Как-то поинтереснее Сделаем Вот Ответьте мне на вопрос А какую антенну Следующий Действительно разобрать Жду ответов на этот вопрос Пока еще существует Канал на ютубе Ну я думаю Он будет существовать Все таки Не настолько гугл тупой Вот Поэтому пишите И в комментариях И в группе ВКонтакте Пишите Обязательно Обязательно В группе Ой ВКонтакте Хотя может и ВКонтакте Воскрешу В Телеграме В Телеграме Обязательно пишите Делитесь этим роликом С друзьями Может кому-то будет интересно Вот кто-то не знает Как Ой А как мне Вот какую антенну сделать Пожалуйста Поделитесь Плейлистом Или вообще всей серией Пусть люди узнают Больше Учатся Изучают Может быть Это станет для кого-то Последним пинком Для того Чтобы действительно Перестать тратить деньги И покупать антенны Простые Проволочные И начать их делать Самому Ничего сложного В этом нет Только что Я вам показал Вот Сам я уже Да черт узнает Господи Я сделал Я сделал 5 восьмых Я сделал Яги 7 или 6 элементов Валяется под окном Кратковолновых антенн Я уже даже не знаю Настолько надоело их И теоретических И практически Ну я наверное Вот и остановлюсь На антенне Дельта Ну А если комментов Не будет То действительно Сделаем Дельту Попробуем Оптимизировать Уже даже Не 4 провода По 2 симметрично А 3 провода И попробуем Поиграться Еще чем-нибудь А может быть Попробуем Понаклонять Поиграем С пространственной Так сказать Картиной Не только В плоскости одной А как-то уже В пространстве Поиграемся Сделаем уже Полноценную 3D модель Скажем так Ну что друзья С вами был Бутылку С личной позывной Радио 3 Павел Леонид Николай Все ссылки Есть в описании Жду ваших вопросов Жду ваших Комментов Всем удачи 7.3 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok